Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Мария Кирова подает заявку на закупку 15 новых городских автобусов. Об этом сообщили в областном правительстве. Там рассказали, что обновление парка общественного транспорта в городе и в регионе продолжается. Так, администрация города уже подготовила заявку на участие в федеральном проекте. В случае ее одобрения и выделения средств приобретут еще 15 новых автобусов. Сопровождение заявки проходит совместно с Министерством транспорта. Ранее, напомню, правительство России одобрило заявку Кировской области на получение специального кредита в 500 миллионов рублей. На эти деньги планируют закупить 78 автобусов для пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Руководители управляющей компании будут судить за пострадавшую от схода снега женщину. Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному за выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что директор ЖКХ города Кирова допустил ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома номер 26 по улице Преображенской. 16 марта с крыши этого дома упал снег и серьезно травмировал 87-летнюю женщину. Кроме материалов уголовного дела, суд также рассмотрит иск прокурора о взыскании в пользу пенсионерки 500 тысяч рублей морального вреда, сообщает областная прокуратура. В эфире «Экономика». В Победилово началась масштабная реконструкция. Министр транспорта Кировской области Алексей Петриков в своем телеграм-канале пишет, что эта реконструкция, цитирую, изменит жизнь пассажиров. Конец цитаты. Она необходима, чтобы оптимизировать воздушные сообщения, запустить новые направления внутренних перевозок. Сейчас в аэропорту идут ремонтные работы будущего зала «Ожидание» и отделочные работы подсобных помещений. С понедельника подрядчик приступит к работам по благоустройству территории рядом с аэропортом. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.